Карагандинцев наградили за профессиональные достижения. В очередной раз в шахтерской столице состоялся конкурс за Мандас, который на протяжении пяти лет проводится в рамках фестиваля «Мы карагандинцы». Торжественная церемония награждения победителей состоялась во Дворце культуры горняков. Там побывал и наш корреспондент. Еще в 2007 году по поручению отдела внутренней политики города силами Ассоциации предпринимателей области был учрежден конкурс среди карагандинцев, которые вносят свой вклад в развитие шахтерской столицы. В нынешнем году за Мандас празднует свой юбилей. Конкурсу современников исполнилось пять лет. По этому поводу организаторами были внесены некоторые изменения. Особенность этого года заключается в том, что мы ввели одну новую номинацию. Это Аскери Аброй. Это люди, которые каждый день стоят на страже ворот нашего государства, в частности нашего города. Это военные, это работники правоохранительных органов. Замандаф призван сформировать образ успешного человека. В свою очередь отраслей для реализации успешной деятельности немало. Региональный конкурс охватил сферу здравоохранения, спорт, культуру, бизнес и даже военное дело. Еще одну новую номинацию организаторы посвятили юным карагандинцам. Ну, всем известно, что будущее за нашими детьми, за нашей молодежью. Поэтому мы выяснили, что у нас в городе Караганде живут очень много талантливых детей, очень много одаренных детей, которые своим искусством, своим отношением к делу выделяются, даже среди взрослых. Поэтому мы решили их тоже отметить и ввели такую праздничную номинацию за Мандас Булашак. Итоги конкурса были объявлены в торжественной обстановке. По словам организаторов, в голосовании за кандидатов приняло участие около 100 тысяч карагандинцев, которые голосовали посредством телефона горячей линии и на сайте конкурса. А увидеть всех лауреатов и победителей конкурса за Мандас за предыдущие пять лет карагандинцы смогут в специальном сборнике, изданном к юбилею. Аида Ибраева, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.